Процедурный кабинет. Работы осуществлять мы не можем. Всех сотрудников отпустили, да? Ну да, вынуждены были отпустить. С раннего утра работа новой лаборатории на проспекте Победы 27 оказалась в буквальном смысле парализованной. В помещениях нет электричества. Но даже и это не все, что помешало медикам приступить к своим ежедневным обязанностям. За ночь вход к одному из крупнейших в Твери современных медицинских центров преградил высокий металлический забор. Возмущение директора новой лаборатории Михаила Воробьева нет предела. Наш рабочий день закончился абсолютно нормально. Сотрудники ушли, закрыли офис. А сегодня утром мы пришли и видим вот такую сложившуюся ситуацию. Мы не можем попасть в свое помещение. Такое впечатление, что собственник хочет продать данные помещения. Есть выгодный покупатель. По словам Михаила Воробьева, на его руках есть договор аренды, действующий до 31 декабря. Да и по счетам новая лаборатория платит исправно. Для того, чтобы узнать, почему он был расторгнут таким нецивилизованным способом, директор не раз лично обращался к собственнику помещения, генеральному директору Севзап Агропромпроект. Но к диалогу прийти так и не получается. Тем временем на двери собственник уже повесил предупреждение. Вход сотрудников и посетителей новой лаборатории будет осуществляться не через крыльцо лаборатории, а через центральный вход здания и почему-то лишь в определенные часы. И что примечательно только по специальным кем-то выданным разрешениям. Такой контрольно-пропускной режим грубо нарушает условия договора, заявил Михаил Воробьев. Новая лаборатория уже начала нести огромные финансовые убытки. Пациенты вынуждены обращаться в другие медцентры. Я построилась, не надо мне фотографировать, не надо. Помещение на проспекте Победы в 44 квадратных метра новая лаборатория заняла всего два года назад. В ремонт офиса вложили немало денег, говорит Воробьев. Отстаивать свои права он теперь намерен в суде, ведь для переезда в новый офис вновь потребуется масса сил и времени. На получение одной только новой лицензии по закону нужно не меньше четырех месяцев. Попахивает 90-ми как-то вот так вот, рейдерскими захватами, чем-то таким некрасивым, очень некрасивым, очень несолидным. Если мы находимся в рыночных условиях, наверное, это как-то должно решаться цивилизованно по закону. Ирина Ковень, Илья Чечин, РЕН-ТВ-пилот.